Осталось три майских выходных. Этого как раз достаточно, чтобы исследовать наш север. Потрясающие виды, где каждый камень дышит историей. Есть где переночевать и перекусить. Самые нужные геолокации в нашем сюжете. Путешествия по Приднестровью начинайте с самой крайней точки, советует ведущий двух кадров Евгений Масленников. Так и делаем. Каменский район, холмы, долины, родники. Вот одно из самых живописных мест, в Алиадынке. Лезем на вершину. Просто дух захватывает. Кажется, под ногами ущелье. Спускаемся и по главной дороге, она тут одна, едем к самым знаковым местам. Его сложно пропустить, двигаясь в центр села. Потому что там на вершине одного из холмов будет гигантский камень в форме головы. Если ехать по главной дороге до конца, упираемся в старинную церковь. Ее недавно отреставрировали. К церкви ведет деревянный мост. От Валяадынки к Рашкову. Здесь, куда ни глянь, шикарный вид. В центре Рашкова находится синагога. Ее видно буквально с дороги. Там оставляем машину или там мы высаживаемся. Там же есть родник с водой. Там можно умыться, набрать воды, попить. Там же есть туалет. Рядом находится старинный храм. Старинный храм. Покровская церковь. Ее тоже видно. В какую сторону ты не пойдешь, ты в любом случае увидишь что-то красивое, что-то интересное. Чтобы ощутить все величие нашей природы, нужно подняться к камню Кукуманя, где, по легенде, потерялись две сестры. По дороге к ней красная скала. На закате она действительно будто горит. Если прогуляться по селу, можно найти два еврейских кладбища и повсюду маленькие домики-башки. Прямо по курсу – строинцы. Туда едем впечатлиться виноградными террасами, старой мельницей и башней ветров. В строинцах есть и мужской монастырь. Можно просто зайти без предупреждения. По дороге в Рыбницу остановка в Белочах. Там водяная мельница и маленькие пещеры. Ну а в северной столице – мастхэв. Селфи в центре на фоне старинной мозаики возле фонтанов в парке и самого большого храма в Молдавии. На выезде из города советуем повернуть влево, забраться повыше. Там гора любви и лучший вид на Рыбницу. Приключения не заканчиваются. По дороге Выхватинцы. При въезде в село справа музей знаменитого музыканта, уроженца села Антона Рубинштейна. Здесь же есть экскурсовод, который покажет большой каньон в Выхватинцах и расскажет, где была стоянка древних людей. Конечно, за один день всю красоту нашего севера не увидишь. Лучше разделить на три дня. В Белочах, Рашкове и Рыбнице есть мини-отели, хостелы, турбазы, где можно перекусить, переночевать и с новыми силами дальше открывать Приднестровье. Денис Мартыненко, Алена Чернявская, ТСВ.